Добрый вечер! Меня зовут Александр Устинов. Это «История рока». Мы сегодня будем смотреть фильм «Секс Пистол» с записи альбома «Never Mind the Ballocks». А в гостях у меня Михаил Горшенёв, группа «Король и Шут», Алексей Горшенёв, группа «Кукрыниксы». Честно признаюсь, никогда не видел вас вместе, и тем приятнее разговаривать с вами обоими о группе «Секс Пистол». Даже когда на фестивалях мы вместе играли? Нет, вот на каких-то там съёмках, в каких-то студиях. Ну, не видел, не приходилось. Миш, ну, наверняка ведь ты, Лёша, «Секс Пистол»-то первым прокрутил. «Секс Пистол»-то я первый услышал, когда ещё мы все слушали хард-рок, и «Секс Пистол»-то как бы казалось, что-то новое, что-то неправильное в музыке. Ну, как для музыканта это казалось. А потом уже реально панк-рок я услышал это вместе «Гражданская оборона» и «Секс Пистол». И уже тогда обратил внимание, какая большая разница. Всё-таки, как бы, «Гражданская оборона», ну, понятно, что со звуком, где его взять-то. Но сама тема остаётся, как бы оставалась, хоть панк-рок, но та же самая бардовская тема остаётся. Ну, это «Секс Пистол». Мне очень понравилось. И причём разница большая конкретно. То есть, видно было, куда стремиться, к какому звучанию. Лёш, Мишка тебе всё-таки прокрутил. Он первым записал. Это было давно. Я просто одно помню, что у Сашки Буланова был такой большой календарь. Сашка Буланова — это бывший басист. Да, да. Кишей. Ну, и мы там все вместе в этом деле варились. И этот календарь был настолько прикольный. Сидвижес там такие. Там все были, они, ну, непонятные люди. То есть, и они были прикольные. И так всё было сделано здорово. Календарь-то я принёс у Сары сделал. Ну, дело в том, что я как бы видел у него. Его, твой календарь, она украденная у него. Ну, ты сам, прикинь, если бы он у нас дома висел, что бы было бы. А почему? А что бы было, если бы у вас дома висел такой календарь? Ну, вообще, как бы... Папа сурово расправлялся. Плакаты у нас долго не висели. У меня тоже. У меня такая же история. У меня папа сурово относился к плакатам. То есть, даже к русским исполнителям. Не важно, если это рок-н-ролл, то лучше не оттуда, тем более вообще что-то из ряда вон выходящее. Да, даже не то, что не плакаты, вещи выкидывались. Вещи-то в смысле косухи, которые у вас там на двоих было? Ну, если можно назвать это косухами, так, пародия, может, что-то подобное. А у Балута посвободнее было, поэтому я слил ему этот плакатик, который ты видел у него. Это он и есть.